Безнаказанность приводит к развитию вседозволенности. Нарушению закона, к эгоизму и зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Два жителя Урубского района предстанут перед судом за покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Зеленчевским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Урубского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и частью 2 статьей 126 Уголовного кодекса Российской Федерации и покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В производстве Зеленчевского межрайонного следственного отдела находилось уголовное дело возбуждения по пункту А части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту совершения покушения двумя жителями Урубского района Карачаево-Черкесской Республики указанного преступления, то есть 2 мая 2022 года двое рано знакомых в область лица выбил из рук телефон, после чего второй человек, злоумышленник, подъехал на автомобиль и оба, схватив его за части тела, уложили в багажный отсек автомобиля, на котором хотели похитить его и скрыться с места совершения преступления. В это время преступные действия уж указанных злоумышленников были замечены одними из сотрудников полиции соседнего региона, то есть Краснодарского края, который подъехал на своем автомобиле, то есть преградил им дорогу и потребовал прекратить свои преступные действия, то есть высвободить похищенного им человека. В результате чего-то злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, то есть высвободили потерпевшего, а сами же скрылись на вышеуказанном автомобиле с места совершения преступления. После того, как в орган Следственного комитета поступило сообщение о данном совершении преступления, следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место совершения преступления, и благодаря главным действиям сотрудников Следственного комитета в взаимодействии со сотрудниками полиции, незамедлительно было установлено место нахождения вышеуказанного автомобиля, который был брошен преступниками неподалеку от места совершения преступления, а в последующем также были задержаны злоумышленники, в отношении которых органам следствия было вынесено ходатайство о избрании меры пресечения в виде заключения под сражу и в виде заключения под домашний арест, соответственно. Уголовное дело было окончено и в последующем направлено в порядке статьи 220 прокурору для утверждения обвинительного заключения, которое в последующем также было в порядке статьи 222 направлено в Урубский районный суд для рассмотрения по существу. При расследовании уголовного дела один злоумышленник рассказал все обстоятельства совершенного преступления, дал последовательные и соответствующие действительности показания, а второй злоумышленник не признал вину в совершенном им преступлении и отказался от дачи каких-либо показаний. Об оглашении приговора жителю республики. Житель республики признан виновным в убийстве, совершенном на почве ревности. Собранные Зеленчузским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачао-Черкесской республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статью 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. Станис и Сторожевой летом прошлого года в одном из частных домовладений в огороде был обнаружен труп хозяина домовладения. Значит, выехала следственная оперативная группа, приступили к осмотру места происшествия. Начались оперативные мероприятия по установлению обстоятельств в поиску преступника. По горячим следам установлен также местный житель. В последующем в ходе расследования были выяснены все обстоятельства произошедшего. А именно, значит, накануне ночью местный житель пришел к своему знакомому и обнаружил в его домовладении свою сожительницу. На почве этого у них возник конфликт. Из чувства ревности, значит, он начал наносить удары по различным частям тела. Взяли на домовладение. Тот успел выскочить и спастись, так сказать, бегством. Однако мужчина, несколько моложе него, в возрасте 45 лет, он, значит, догнал хозяина домовладения в погороде, начал продолжать избивать руками, ногами, повалил на землю, значит, и затолкал ему в рот пучок травы, тут же сорванный, значит, рядом с местом, где он его повалил. В результате его действий, значит, мужчина, как было в последующем установлено, смерть наступила от асфиксии, то есть перекрытия дыхательных путей пучком травы. В ходе расследования был проведен весь необходимый комплекс мероприятий, по сбору доказательств, сбору и закреплению доказательств. В том числе обвиняемый на месте продемонстрировал те действия, которые он совершал в отношении погибшего. Значит, обвиняемый дал признательные показания, они были закреплены, дело было окончено. Расследование направлено в суд, в суде состоялся обвинительный приговор. Приговором суда обвиняемым было назначено меры наказания в виде лишения свободы сроком 9 лет колонии строгого режима. Далее интервью руководителя следственного управления об итогах работы за первое полгодие. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Уже стало доброй традицией встречаться в преддверии профессионального праздника Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Здравствуйте, Светлана. В первую очередь, вы, наверное, подводите итоги работы, даете оценку, профессиональную оценку своим подчиненным. И хотелось бы узнать, как отработало ваше ведомство за первое полугодие, сократилось ли количество преступлений или наоборот увеличилось? Давая оценку работе своих подчиненных за первое полугодие текущего года, хотелось бы, конечно, поставить им пятерку. Нами было окончено 236 уголовных дел у 450 преступлений, из которых 166 относятся к категории тяжких и особо тяжких. 215 уголовных дел в отношении 253 обвиняемых направлено в суд. По итогам первого полугодия у нас отсутствовали оправдательные приговоры. Прокурорами и судами уголовные дела для доработки нам не возвращались. Это очень положительная характеристика нашей работы. Что касается в целом преступности в республике, то благодаря согласованности действий правоохранительных органов региона удалось сохранить на достаточно высоком уровне раскрываемость. Раскрываемость, уровень соответствует криминогенной обстановке в республике. Работа в первом полугодии этого года, как в принципе и всегда, она не останавливалась ни на минуту. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователями на высоком профессиональном уровне проводились процессуальные проверки, расследовались уголовные дела. Комплекс проведенной работы позволил нашему следственному управлению занять восьмое место в таблице ранжированных показателей следственных управлений по всей России. Кроме того, хотелось бы сказать, что руководством страны неоднократно указывалось на важность и необходимость такого направления работы Следственного комитета, как профилактика преступности. По каждому уголовному делу следователь устанавливает причины и условия, которые способствовали совершению преступления. И по каждому уголовному делу вносится представление о устранении этих причин и условий. В первом полугодии привлечено к дисциплинарной ответственности 193 должностных лица различных государственных правоохранительных органов за допущенное нарушение закона, которые сами по себе преступлением не являются, но в какой-то мере способствовали их совершению. Хотелось бы сейчас напомнить о зверском преступлении, которое произошло 28 апреля в ауле Верхняя Тиберда в этом году, где сын убил свою мать. И насколько мне известно, в этом преступлении участвовали и другие дети умершей женщины. Вот скажите, что послужило причиной этого жуткого убийства? Была ли там явка с повинной? И как удалось вот так быстро по горячим следам раскрыть его? Да, данное уголовное дело по обвинению брата и сестры в июне текущего года направлено в суд. 28 апреля в ауле Верхняя Тиберда молодой человек на почве бытового конфликта повалил свою мать на землю, удерживая ее, нанес ей несколько ударов ножом в область шеи, и чего потерпевшая погибла. При этом нож, который использовал молодой человек, ему именно для этой цели подала его сестра. После этого молодые люди и их младший брат с целью сокрытия следов преступления вынесли тело матери на улицу, облили бензином и подожгли. А затем на семейной автомашине попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками первоохранительных органов по горячим следам уже на подъезде в город Черкесск. Непосредственно после задержания они, конечно, во всем признались, не закоренелые преступники, подробно объяснили причины совершения преступления, обстоятельства его совершения. В связи с этим уголовное дело, оно, в принципе, расследовано было быстро и быстро направлено в суд. Следственным отделом по городу Черкесск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Корчаево Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при выполнении монтажных работ на складе. По данным следствия, 15 апреля 2022 года между заказчиком и подрядчиком, индивидуальным предпринимателем, заключен договор на изготовление и установку изделий из алюминия на объекте строительства, реконструкции склада, расположенного в городе Черкесске, в соответствии с которым вечером 29 июля 2022 года работники подрядчика выполняли данные монтажной работы. В нарушении условий вышеуказанного договора двум мужчинам не были предоставлены необходимые условия для выполнения работ, вследствие чего они получили травматические повреждения в виде электрического удара. От полученных повреждений мужчины скончались на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица виновного в произошедшем. Добрашиваются свидетели, изымается документация на объект, проводятся необходимые экспертизы. Расследование уголовного отдела продолжается. За причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Сдержать безнаказанность человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон, ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа следствия СКР-09. До встречи через месяц всех благ и не переступайте к черту закона, за которой последует наказание. Продолжение следует...